Ваш вопрос к депутату Жириновскому. Вот вы принимали бюджет 2005-2007-го года. В 2005-м было заложено, что должно быть куплено два самолета Ту-160. Не сделаны ни одного самолета в 2005-м году, а деньги истрачены. В 2006-м году было заложено, что купим 90 танков. Купили 19. Что сделала Дума и вы? Вы руководитель фракции, депутат. Что вы сделали для того, чтобы этих негодяев, коррупционеров, которые запрятали деньги себе в карманы, хоть как-то наказать? Что вы сделали? Мы пытались, во-первых, увеличить бюджет. Чтобы воровали больше. Нет, чтобы не говорили нам с Министерством обороны, что те деньги, которые выделены, потрачены на закупку оборудования. Чтобы не говорили, не хватает. Чтобы им хватало. Второе. Закупать новую технику надо для специалистов, если у них нет готовых танкистов и экипажей. Я нет, спрашиваю. Для навещек. Что вы сделали, чтобы остановить городство? Еще раз говорю. Городство остановить должна Федеральная служба безопасности, военная прокуратура и глава государства. Вот он сейчас поставил нового министра обороны. Почему он специалист по налогам, по финансам? Потому что как раз то, что вы говорите, Борис Ефимович, сегодня больная часть политики Министерства обороны, они не могут считать деньги. И действительно деньги уходят не туда. Вот они для этого и поставили Сердюкова, чтобы навести порядок в финансах армии. Чтобы каждая копейка ушла на обмундирование, на питание, на квартиры, на дом культуры, на новую технику. Я с вами согласен в этом плане. Но это не депутаты делают. Мы вызываем министра обороны. Он же, как вы, не говорит, что они не закупили. Они говорят, мы закупили столько, сколько вы выделили денег. И в этом смысле... Это же ложь. Ложь. Пытаемся это говорить. И уже... А не ракеты булава, я вам хочу сказать. Сказали, что шесть сделают. Сделали три. Да. Остальное своровали. А вот уничтожили единственный у нас железнодорожный ракетный комплекс. Не надо было его уничтожать. Тоже это было ошибка. Владимир Владимирович, господа, господа Борис Фимовича, Горис Фимовича, сейчас мы вернемся к дискуссии. И требуем отставок. Постоянно. Мне хотелось бы, чтобы третий участник, Геннадий Юрьевич Семегин, тоже участвовал в этой интереснейшей дискуссии. Пожалуйста, ваш вопрос, Геннадий Юрьевич. Владимир Владимирович, ваша фракция проголосовала за бюджет этот трехлетний. Мы проголосовали против. Одна из причин, это то, что расходы на национальную оборону с 2007 года в размере 822 миллиарда рублей сокращаются в 2008 до 590 миллиардов рублей. Зачем вы голосовали за бюджет, который уменьшает количество денег на национальную оборону и безопасность страны? Мы голосовали за бюджет в целом, при этом делали замечания и вносили поправки увеличить на оборону и на сельское хозяйство. И то, что, допустим, стало меньше денег на оборону, это потому что им на закупку военной техники эти деньги сегодня не нужны. Мы же переходим на другую технику. Борис Ефимович запаздывает. Нам уже не нужны эти Ту-160, они уже устарели. Нам нужны ТОР, эти вот наши мощнейшие противоракетные комплексы. С-300 уже устарел. А С-400, правильно, потому что, Борис Ефимович, начните сначала оборону и предприятия еще не получили заказ на самую современную технику. Вот тогда им дадут деньги на выпуск современную. Зачем выпускать старые танки, старые ракеты, старую технику? Потому что армия осталась без вооружений вообще. Но у нас нет сегодня угрозы. Согласен, а кто вы там виноват, Василий? Все на рублевке. Ваше правительство. Нет, Ельцин. Я 9 лет не работаю в правительстве. Но Ельцин назначил Грачево. Ельцин Грачево считал лучшим министром обороны. Вы еще с пункта 917 год. Потом был коммунист Родионов там. Потом там был маршал Сергеев. А почему вы про Путиева не хотите сказать? Там уже 10 министров. Путин командует. Вот ему мы вопрос зададим 2 марта. Вы ему сейчас задаете. Он же кандидат в депутаты. Кандидат в депутаты, правильно. Здесь просто не присутствует... Почему разворовали весь военный бюджет? Согласен с вами. Борис Семенович, это вопрос. Давайте, Владимир, что вы его ответите. Отвечаю. Спросите его. Советские генералы выводили наши войска из Германии и разворовали всю технику. Там ее всю распродали. Вот с этого нужно начать. С расследования, кто вывел армию из Германии. Вы боитесь, что вы спрашиваете? Это делал Ельцин? Боитесь, вы спрашиваете? Ельцин, незаконно вывел армию. Путину постоянно мы говорим. Чтобы больше денег на брону. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, господа.